Здравствуйте! Вы смотрите дневник кинофестиваля «Победили вместе». Показы фильмов завершены, впереди только церемонии награждения и закрытия. Все эти дни члены жюри вместе с севастопольскими зрителями смотрели в кинотеатрах города 88 фильмов, вышедших в финал. О качестве работ, присланных на конкурс, и о том, как развивается сейчас документальное кино в России, мы поговорим с Сергеем Дебежевым, членом Союза кинематографистов России, режиссером, художником. Здесь, на кинофестивале, он возглавляет жюри конкурса национальных фильмов. Сергей Геннадьевич, здравствуйте! Давайте все-таки оттолкнемся от фестиваля. Какие фильмы оставили след вашей душе? Я понимаю, что, наверное, легко, когда какой-то фильм явный фаворит, а когда они все один к одному, то членам жюри, наверное, очень тяжело работать. Ну, в данном случае это не так тяжело, потому что они далеко не один к одному. И фильмы, обладающие настоящей мощью, они всегда, так сказать, начинают доминировать, их сразу видно. Потому что всегда даже по маленькому кусочку, по маленькому отрывку можно понимать, что есть что. И в этом смысле это определенная проблема современной документалистики. Она коренится в том, что в свое время документалистика вся снималась на кинопленку. И магия киноизображения, она очень многие вещи сама по себе уже делала. А как только это перешло на видео, а потом в цифру, то не все документалисты стали понимать, что такое изображение, как с ним работать, что такое цветокоррекция. И все, так сказать, пытаются гоняться исключительно за смыслами. А формальная эстетическая сторона, гармония самого изображения, она, так сказать, у них отошла на второй план. И вот здесь вот сразу видно, насколько человек понимает он то, что он делает, насколько он профессионален в смысле самого подхода к изображению. И, к сожалению, очень много телевизионной, так называемой, продукции, картинки самой. Вот это вот очень важно. Когда речь идет о документальном кино, его нельзя путать с телевизионными фильмами, с телевизионными передачами, сюжетами. И те фильмы, которые вот в эту сторону, я даже их не рассматриваю, как именно документальное кино. Мы с участниками беседовали всю эту неделю, и они все нам жалуются на то, что они без бюджетов работают, то есть на голом энтузиазме. И, тем не менее, они пытаются же все-таки сделать какое-то кино. Я понимаю, что у вас скидки нет такой, что «Ах, вы бедные, вы без денег снимали». Мне представляется, во-первых, что высший пилотаж – это когда ты достигаешь малыми средствами максимальной выразительности. Это раз. А второе – есть ситуации, когда для раскрытия темы недостаточно только таланта, а нужно еще мощное финансирование. Поэтому или мы будем всегда проигрывать, или Министерство культуры и государство поймет, что документалистика – это один из мощнейших инструментов воздействия на умы и сердца людей. И поймет, что не может бюджет документального фильма составлять один съемочный день игрового. Ну, никак не может. Вот я сейчас делаю масштабную картину о Крыме под названием «Крым небесный». И мы не довольствуемся только тем бюджетом, который выделен на спецпроект Министерством культуры, потому что мы хотим сделать по-настоящему мощную картину. Мы собираем деньги только где только можно с тем, чтобы получить по-настоящему выразительный, эффектный, мощный результат. В противном случае я бы просто не взялся за это никогда. Ну, невозможно из одной шкурки сделать 12 шапок. Ну, понятно, что вы же потом… Ваша фамилия будет в титрах, и вы не можете ее подставить под каким-то таким продуктом, за который вам будет стыдно. Это и репутационные потери, безусловно, конечно же. Вот скажите, «Крым небесный» – это о чем картина? Это, наверное, первая попытка создания по-настоящему масштабного фильма «Зрелище». То есть это будет фильм «Зрелище». Этот фильм снимается для большого экрана. Я очень надеюсь, что он будет в прокате, в кинопрокате. Это документальный фильм. Я бы не назвал его документальным. Он и не игровой, и не документальный. Всегда, когда я что-то делаю, я пытаюсь изобрести какой-то новый жанр. Вот этот жанр будет называться фильм «Зрелище». Когда изображение само по себе настолько эффектное, масштабное и выразительное, что оно не требует дополнительных никаких средств. То есть зритель, подключая свое собственное воображение и фантазию, должен получить именно мощнейшее впечатление. Кроме того, те объекты, которые мы выбираем, те способы съемки, которые мы собираемся использовать и уже используем, потому что съемки идут уже полгода, это будет необычный взгляд на Крым. И я могу сказать, что Крым гораздо интереснее, эффектнее и выразительнее вне сезона. Зима, поздняя осень, весна – это гораздо интереснее. И этого люди чаще всего и не видят. И мы выбираем такие неожиданные ракурсы, такие мощные высоты или глубины, которые обычно в Крым не попадают. Но идея в чем? Если это можно переобразовать? Идея фильма – это Крым как уменьшенная копия планеты Земля. Потому что в Крыму есть все. Крым в этом смысле идеален. Здесь есть и соляные озера розовые, и пустыни, и грязи, и горы, и водопады, и море, и воздух, и все остальное. Поэтому это наиболее… То есть стихии – огонь, вода, воздух, земля – это путеводная нить. Но в принципе наш фильм будет вообще начинаться из космоса. То есть вот мы уже снимали взлеты ракет на Байконуре, и взглядом космонавта сначала увидим Крым из космоса, и постепенно, так сказать, в него будем погружаться. Это будет очень необычный фильм, который будет иметь серьезное значение вообще для Крыма. И я думаю, что он выйдет на международную арену, потому что все все время слышат слово «Крым, Крым, Крым». И я уверен, что многим интересно понять, что же это такое. И мы попытаемся это представить. А вы для себя ответили на этот вопрос? Отвечаю. Отвечаю. Я влюбляюсь в Крым, я его… надеюсь, что я его понимаю. Надеюсь, что то чувство, которое у меня вызывает Крым, оно не ложное, и оно сможет передаться. Вся та энергия, которую я пытаюсь вложить, она окажется на экране. Кроме того, мы хотим сделать картину очень молодежную. Потому что молодежь сейчас больше интересует выразительные изображения, нежели какие-то тексты или подробные рассказы о чем-то. Поэтому это будет очень современная картина, снятая на высочайшем уровне качества, не ниже 4К, и с, конечно, в равах, цветокоррекцией, и с удивительными вещами. И речь, конечно, пойдет и о культуре, и о истории, и о природе, и Черноморский флот там будет участвовать. То есть все аспекты будут затронуты, но в символическом ключе. Сергей Геннадьевич, по вашим ощущениям, документальное кино в России как-то оживает немножко сейчас? По моим ощущениям, вообще-то, если говорить достаточно радикально, то документальное кино, в отличие от игрового, имеет гораздо больше прав на существование в принципе. Потому что тот вред, который нанесло игровое кино вообще с чайской цивилизацией, его нельзя сбрасывать со счетов. Потому что кинематограф, появившись как некий аттракцион, он проходил кое-какие стадии, связанные с осмыслением. Я не знаю, там итальянский неореализм, там Тарковский, Феллинии и так далее. Но это все были, скорее, исключения из общего вала кинопродукции. И сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда кинематограф опять скатился в эту же зону некоего аттракциона. Потому что это бесконечное повторение сюжетов, ремейки, фэнтези, и отвлечение человека вообще от чего-либо, от осмысления чего бы то ни было. И те обещания, которые давал кинематограф, что вообще вы просто забудьте про все, кинематограф вас всему научит, как себя вести, как любить, как гулять, как думать, как вообще жить. Он не справился, прямо скажем, с этой задачей. И отвлек человека фактически от его сакральных смыслов бытия. А вот документальный кинематограф, он все-таки работает с настоящими смыслами, с глубокими. Шансов, чтобы документальный кинематограф не претерпевал некие всплески зрительского интереса. Мне кажется, что эти всплески достаточно регулярны, и сейчас мы переживаем именно этот всплеск. Часто можно слышать, о, я уже игровое кино не смотрю, меня больше интересуют исторические какие-то документы. Это люди все-таки интеллектуальные говорят. Люди не интеллектуальные, чего о них вообще говорить, если они являются или офисным планктоном, или просто превратившимся в биороботов, какими-то просто никчемушными, такими, знаете, прожигающими в нелепом каком-то, в нелепой среде свою нелепую жизнь. Мне кажется, что одна из целей документального кинематографа вернуть человеку ощущение, что жизнь реальна. Потому что ему постоянно внушают, что жизнь нереальна. Ему все время говорят, что все вообще иллюзорное, что сейчас вообще не нужно. Ты главное в айфон свой смотри, главное смотри в социальные сети. Не важно, что происходит снаружи, важно, что происходит там. Вот мне кажется, что документальный кинематограф способен как-то вернуть человека в реальный мир и вернуть ему человеческое обличие, которое он теряет год от года. Так как документальное кино в редчайших случаях окупается, в редчайших, только тогда, когда в него вкладываются большие деньги, то мне кажется, что те, от кого зависит принятие решений, должны все-таки понимать силу воздействия кинематографа. И если в игровом они более или менее понимают, что, например, патриотическое кино, кино, связанное с военной историей, вообще с историей, как-то худо-бедно финансируется, а вот сейчас они начали более или менее финансировать мультипликацию, то, конечно, документальное кино в этом смысле еще не получило должного внимания. Поэтому пока не будет на это внимание обращено, пока не появятся какие-то документальные блокбастеры, грубо говоря, эта ситуация не может называться вообще нормальной. Пока это все делается вопреки. Вопреки. Продолжение следует...